Что сказать? Госпожа Президент в очередной раз на баррикаде. Я думаю, что перед каждым своим дискурсом не мешало бы взять паузу и подумать хорошенько над тем, что пытаюсь сейчас сказать. То же самое мы видели 11 февраля, когда госпожа Президент позвала депутатов, представляющих разные фракции, разные группы, к себе на консультации. И ровно через час вышло с декретом, который сегодня признали неконституционным. Опять же, вместо того, чтобы проанализировать, я сейчас пытался почитать решение конституционного суда, мотивировочную часть, не удалось, уже чуть попозже почитаю, хотя бы вникнуть в эту суть. Пытается подлить масло в огонь, разжечь политическую войну. Ну, хорошо, вот господин Дьяков не один раз присутствовал в 90-е годы, когда президенты входили в контры с парламентом. И каждый раз, если мне не изменяет память, парламент всегда выходил победителем в этих войнах. Почему? Потому что парламент не является подконтрольным до воли президента. Парламент таким же образом был избран, и он является главным репрезентативным органом в этой стране. И надо читать конституцию, вникать в суть конституции. Досрочное или референдум? То есть указ о выдвижении госпожи Дурлиштяну не будет подписан? Я не знаю, будет, не будет. Это уже хотелки госпожи президента. Я еще раз напоминаю о том, о чем говорил Конституционный суд, что и парламент, и президент страны вот в этом, в момент выдвижения, да, кандидатуры на пост премьера и формирования исполнительной власти имеют роль, да, декодичиденц, то есть решающих сторон этого процесса. И вместе, сообща, говоря друг с другом, общаясь, должны найти ту кандидатуру, которая набрала бы большинство голосов. То есть, как вы понимаете, господин Голин, не ноль голосов, госпожи Гаврилицы, а большинство голосов для того, чтобы сформировать исполнительную власть. А госпожа президента... Вы себя четко поняли. Да, нет. Будет выдвинута госпожа Дорожья. Я не знаю, я еще раз просмотрю после этого, и, не знаю, попытаемся что-то понять из этого. Но еще раз вам говорю, в этом смысле вот я увидел только вот желание дальше там воевать, впав в войнушку вместе с парламентом. Пожалуйста, знаете как... Я попрошу сначала, господин Голин, попрошу расширать, может быть, в... Придем. Досрочный или референдум? Как это понять? Консультации будут с политическими фракциями? В случае, если повторно выдвинут социалисты... Вы понимаете, вот закон... Вот у меня вопрос. Нет, я хочу понять, как вы расширяете мессенджерского суда. Конституция и решение Конституционного суда говорит о том, что президент обязан провести консультацию со всеми фракциями и группами в парламенте. Вот если вот такое отражение, такая ненависть к фракциям, в том числе там вот то, что говорят, перебежчики и так далее и тому подобное, почему тогда их приглашают на эти консультанции? Почему вот с этой точки зрения она исполняет букву Конституции и решение Конституционного суда, а где-то там, где нецелесообразно с ее политической точки зрения, она плюет на решение Конституционного суда? Конституционного суда 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 Конституционного суда